привет youtube привет моим подписчикам привет всем зрителям которые смотрят мой канал и тем зрителям которые в будущем планируют стать моими подписчиками сегодня у меня появилось желание познакомить вас с плодами своей деятельности в общем то это экспериментальные образцы которые я изготовил изучая вопрос плетения из шнура или плетение из паракорда ну естественно использовался не паракор использовались веревки шнуры бытовые производства украины потому что это дешевле потому что это проще и скажем для того чтобы научиться этому плетению вполне достаточно использовать именно такие изделия местного производства вот начну наверное самых сложных изделий такое изделие называется кулачок обезьян это шарик оплетенный шнуром то есть внутри находится либо деревянный шарик либо шарик старой шариковой мышки либо может находиться шарик металлический то есть не имеет значения какой шарик там находятся это скажем изделие которое можно изготовить своими руками и эти образцы являются тому примером то есть они именно и изготовлены как опытные образцы как образцы для понимания того что я могу это сделать своими руками как она плетется я не буду сегодня показывать я просто покажу что за время изучения способов плетения и тут видно что разное плетение применялось то есть просто я изучал как плести какие виды плетения существуют как они работают вот подвижные узлы то есть можно так сделать можно вот так сделать все это возможно все это делается точно также и на других этих изделиях это этот узел тоже подвижный вот смотрите пожалуйста мы получаем вот такую штуку соответственно можем вернуть назад опять укоротить вот получается вот так то есть это кулачок обезьяны мы его изучили это косичка из сплетена темлячок или ручка это косичка из четырех вот такая же косичка из четырех и кулачок обезьяны кулачок обезьяны и тоже косичка из четырех это откладываем это вот тоже украинский шнур армированный здесь тяжелый шарик это шарик от мышки такое плетение называется кобра это плетение используется в том числе для плетения браслетов выживания это однослойная кобра она может быть двухслойная трехслойная для увеличения шнура который идет в браслет для того чтобы увеличить запас шнура который выживальщик несет на себе в качестве браслета но это уже тоже простое и с подвижным узлом то есть вот это кулачки обезьянки дальше можно рассматривать вот такие вот для ключей темлячки брелочки которых связано много связано много потому что отрабатывались технологии ну и заодно получались готовые изделия которые в общем то можно применять по назначить какое может быть назначение назначение может быть как я уже сказал что на это скажем можно применять для ключей в качестве брелка то есть сюда поставить заводное кольцо и подвесить ключи точно также на любой из этих брелков можно подвесить ключи связаны они по-разному то есть вот здесь вот круглое плетение здесь круглое плетение вот это тоже круглое плетение это круглое это круглое с четырьмя хвостами это тоже круглое плетение одноцветное это тоже круглое плетение из рябового шнура тоже круглое плетение это плетение кобра это плетение кобра двухцветная то есть используется шнур серого и розового цвета получается двухцветное изделие Красный брелочек Это из остатков Шнура Сделанный И это тоже Кобра одноцветная Пока я отложу это в сторону И покажу следующую партию Вот есть такие Шнурочки Эти шнурочки Могут применяться Для детей В качестве подвески Ключей на Шею Для того чтобы дети не теряли ключи То есть вот сюда В колечко вешается Заводное колечко с ключами А это продевается Голова на шею Вешается такой шнурочек И ключи у ребенка Не потеряются Дальше Также Темлячки То есть вот Такое вязание Это Одноцветное А это Двухцветное Вот Спиральное Круглое вязание Или плетение Как правильно сказать Вот Кобра Двухслойная То есть Внутри Вот этой Наружной Оплетки Такое же Плетение Но оно Естественно Меньше Потому что оно сделано Только по сердечнику А Поскольку Поверх него Делается Опять Такое же То оно уже Становится шире На него идет Больше Расход шнура То есть Это как раз И есть Та система Которая Применяется В браслетах Выживальщиков Сам принцип Плетения Вот Такой Темлячок Вот Образец Браслета То есть Это Естественно Не браслет Это Ну Имитация Браслета Можно так Сказать Шнур Плохо Передает Текстуру Плетения Потому что Он сам по себе Рябой И Наверное Не очень Хорошо Видно Как это Сплетено Но это Сплетено Тоже Коброй Так же Как и Вот Это То есть Внутри Вот этой Желтой Кобры Находится Практически Вот такая Же Кобра Тоже Желтая Но Однослойная То есть Это Однослойная Кобра Это Двухслойная Кобра Такое Мы Видели Круглое Плетение Кобру Кобру Уже Тоже Мы Со всех Сторон Рассмотрели Плетение Я Отложу В сторону Вот Еще Есть Интересный Вид Плетения Это Абсолютно Круглые Темлячки Получаются Цилиндрическое Такое Тело И К тому же Они С регулируемой Петлей То есть Можно Двигать Здесь Та же Самая Система Вот Можно Уменьшить Петлю Можно Увеличить Петлю Вот И Оригинально Смотрится Круглое Цилиндрическое Тело Самого Темлячка Это Все Я могу Тоже Убрать И Еще Несколько Видов Покажу То есть Ну Это Такие Тоже Кобра Темлячки Или Брелки Как Можно Использовать Использовать Можно Вот так Подвешивать Куда То Можно Просто Скажем Это Оставлять Хвостом А За Колечко За Водным Колечком Подвешивать То ли Ключи То ли Нож Тоже Самый То ли Еще Что То есть Это Мы Убираем Вот Такой Вид Плетения Тоже Оригинально Смотрится Красиво Это Такое же Плетение Из Другого Шнура То есть Сама Технология Плетения Совершенно Одинаковая Одинаковая Вот В сторону Это Такое же Это Вот Спираль Спиральное Плетение Тоже Очень Оригинальное Очень Интересное На Однотонном Одноцветном Шнуре Оно бы Конечно Смотрелось Намного Эффектнее Или же Если Плести В два Цвета То есть Однотонными Цветами Двумя Шнурами Двух Цветов Вот Таким Образом Это Было Бо Конечно Зрелище Очень Эффектно Такая Спиральная Штука Получается Плетеная Вот Такие Узелки Крестиками Тоже Красиво Из Этого Можно Делать Темлячок Тоже Оригинально Смотрится И Вот Такой Темлячок Или Подвеска Или Как Назвать То есть Я считаю Что Вот Такие Изделия Можно Применять Для Того Чтобы Идентифицировать Личные Вещи То есть Нож У меня Подписан Техник Точно Так же Ребенок Находится Где-то В коллективе Где Скажем Есть одинаковые Рюкзаки У детей Купленные В одном Магазине Как зачастую У нас Бывает Можно Вот такими Вот Брелочками Пометить Вещи Ребенка То есть Вот на Рюкзак Повесить И Ребенок Всегда Будет Знать Что Это Его Рюкзак Юра Таня Света Петя Все Что Угодно Можно Написать Такие Буквки Бусинки Продаются В магазине И Получается Очень Интересная Подвеска Которая Выполняет Полезную роль По Идентификации Вещей Все 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 Это Изготавливается Из Вот Таких Вот Шнур То есть Начинал Я Первые Попытки Это Вот Такой Шнур Это Шнур Армированный Внутри Находится У него Проводка Но Я Как Нибудь Позже Отсниму Еще Материал По Конструкции И Качеством Всех Этих Шнуров А может быть Еще и не только Этих То есть Это вот Такой Воплетки Находится Еще Армирующие Волокна Идущие Вдоль Всего Шнура Это Шнуры Трикотажные Просто Вязанные Или Плетенные Как они Называются Разной Толщины То есть Это 5 Миллиметров Это 4 Миллиметра И Разных Цветов То Что Вы Видели В тех Изделиях Которые Я Показывал И Вот У меня Браслет Тут Связан С такого Желтого И С такого Желтого Шнура Вот Это Отечественная Производство То Что Покупается На базаре То Что Применяется В хозяйственных Целях То есть Это Не силовые Шнуры Это Чисто Декоративные Ну А Которые Вполне Могут Быть Использованы Для Брелков Для Темлячков То есть Те Изделия Которые Несут Какой-то Большой Нагрузки А По Прочности По Долговечности Я думаю Эти шнуры Вполне Будут Себя Отрабатывать И Свою Цену Которая Является Совершенно Невысокой На этом Я думаю Сегодняшний Обзор Закончить То есть Вот Шнуры Внешний вид Я показал И немножко Рассказал О их Конструкции И Те Изделия Которых Уже Много Пришлось Мне Сплести Для того Чтобы Научиться Для того Чтобы Изучить Как Это Выполняется Как Выполнять Такие Изделия Мне Это Нравится И я думаю Что это Нравится Многим Людям Но Это Декоративный Браслет А Браслеты Выживания Это Серьезные Изделия Которые Помогают Людям Действительно Выжить В тяжелых Условиях Но Об этом Мы поговорим В следующий раз Прошу Подписываться На мой Канал Буду Представлять Новые Интересные Материалы А на Сегодня Пока Пока